Добрый вечер! Честно говоря, меня всегда, как человека пытливого, интересовало, что откуда берется. Но если все мы, как люди взрослые, хорошо знаем, откуда ноги растут, то в зыбком мареве популярной культуры всегда интересно проследить, от какого же корня берется тот или иной росток. Ну а для того, чтобы вот эти изыскания лишить этой псевдонаучной сухости, я решил обратиться к такому популярному жанру, как хэви-метал, и, соответственно, показать некие ископаемые артефакты этого жанра. Его Купера мало кто знает, потому что, конечно, с 1972 года он очень изменился. Все стало куда более наворочено и насыщено, и более того, с течением времени он вполне может себе позволить экономить на гриме, поскольку чем Элис Купер старше, тем он страшнее, тем, соответственно, лучше. Но даже тогда, в далеких 70-х, его концерты производили настоящий фурор. Элис Купер на сцене, разрывающий пластмассовых кукол и заливающий всю сцену клюквенным соком, он воплощал с собой зло мира и изгонял его из этого же мира методом сценического самоубийства, тем самым заложив канву и создав, что ли, стереотип, которым сегодня пользуются нонешние антигерои. Но для Элиса Купера, как для героя, поскольку все это героизм, музыка была для него всегда на втором плане и тогда, и сегодня. Но в хэви-метале, как и в джазе, очень важно не только, как музыка придумана, но и как сыграна. Конечно, в далеком 69-м году сам термин хэви-метал еще не сложился, но группа Step'n'Wool не зря считается одними из основателей жанра. Эта песня, которую вы только что видели, Rock Me, продержалась чуть не год в горячей десятке по одной простой причине, поскольку вот инструментальный проигрыш, который вы слышали в середине «Ея» этой песни, потрясал воображение тогдашних меломанов. Но знаете, в одной книжице я прочитал, что эта песня еще и послужила заглавной темой модного тогда эротического триллера «Кэнди». Так что, как и всегда в популярной культуре, музыка не самая главная. Важно еще и то, что, скажем, группа Step'n'Wool назвали себя по имени знаменитого тогда и модного романа Германа Гесса «Степной волк». Важно и то, что они поучаствовали в фильме «Изи Райдер. Беспечный ездок», записав песню, которая стала, опять же, заглавной темой этого фильма. То есть, важна позиция, этитюд, как говорят англичане и американцы. Именно благодаря позиции, отношению к внешнему миру, в классике жанра попала такая группа, как MC5. Пятерка из города Моторов, из Детройта. Слышать-то я их слышал и раньше, а вот видел, попалось в первый раз. Так что, премьера. Песни, которые вы только что видели и, наконец-то, слышали «Kick out the gems», можно перевести как удар, точнее, даже пинок в челюсть. Ну, а полное название этой песни, альбома, в которую она вошла, изначально звучало как «Kick out the gem motherfuckers». Но это было многовато даже для Америки конца 60-х. И вот очень жаль, что в присутствии видеокамер в студии несколько сковало анархичных представителей движения «Белые пантеры» группу MC5. Но, тем не менее, вот эту вот беспредельность они внесли в музыку, став одновременно родоначальниками хэви-металла и панк-рока. Но на сегодняшний день хэви-метал, как мы его знаем, это тонкое музицирование и, скорее, мелконотное гитарирование, к которому начало положила группа, которая вообще внесла классический элемент в рок-н-ролл, а именно «Deep Purple». Но, несмотря на весь файнесс, или, как проще говорят, тончиловый «Deep Purple», хэви-металл не состоялся бы ни в жизнь, как жанр, если бы не идеологическая подоплёха. Вот это вот мистика, мрачное таинство и, как говорят в народе, чернуха. Всё это в полном объёме и во всех возможных наворотах было представлено уже на первом альбоме группы «Блэк Саббас», который, собственно, так и назывался «Блэк Саббас», то есть «Чёрный Шаббас». Эта пластинка была записана всего за два дня, засмехотворна даже по тем временам, сумма 600 фунтов стерлинга. Но если у парней не хватило времени и денег, чтобы отделывать музыку и доводить её до безупречного состояния, за что им большое спасибо. Отчасти именно поэтому она нормально слушается и сегодня. Но уж атмосфера, вот эта вот настоящая средневековая атмосфера, чувствуется и по сей день. «Блэк Саббас» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!